Здравствуйте, уважаемые зрители канала Баланс ТВ, с вами Дмитрий Чигаев. «Говорят под Новый год, что не пожелается, всё всегда произойдёт, всё всегда случается». Мы с детства помним эти строчки из стихотворения Сергея Михалкова. Что же нужно желать и загадывать в Новом году? Какие эти желания должны быть? И какие могут нас ожидать опасности, если мы их неправильно загадываем? На эти темы мы постараемся ответить с нашим уважаемым гостем Евгением Койновым, психологом, консультантом, специалистом личного роста. Здравствуйте, Евгений! Скажите, пожалуйста, что важнее, знать, какие у нас желания, или желать их как можно больше? Ну, я думаю, что большинство людей вначале захотят узнать технологию, если есть какой-то способ, если есть какой-то секрет, посредством которого желание можно реализовать, то это очень заманчиво. Но смотрите, мы же знаем, что желаний очень много. Как правило, одно перебивает другое. И есть такое представление, что чем больше мы желаем, тем больше мы и получим. Чем больше желаем, тем больше получим, да? Это как в мультике про Бобика, который говорит, что колбасу будешь, он говорит, буду, котлеты и котлеты тоже. А чего больше, колбасу или котлету? Он говорит, всего больше. Не совсем так. Это связано с тем, что есть определенное понимание природы мира, определенных законов, которые действуют. Есть как законы физические, химические, есть законы социальные, законы обустройства общества, есть законы духовные. И в том числе есть определенные механизмы, которые определяют, по сути дела, в каком объеме и как наше желание будет исполнено. Поэтому наше дело, собственно, пожелать, а остальное остаётся на усмотрении, как сказали бы, Вселенной. Но секрет как раз заключается в том, что есть определенные фундаментальные принципы, которые было бы неплохо знать, когда мы говорим об исполнении желаний. И вот в современной культуре, в частности, вот эта нью-эджевская волна, она говорит о том, что этот мир, он задуман для того, чтобы желание исполнять. Нужно захотеть правильно, определенной медитации, определенной визуализации, и тогда Вселенная как бы исполнит, и нет никаких ограничений. Ты просто научись правильно хотеть. Как фильм «Секрет». В чём проблема? Проблема в том, что это неправда. Проблема в том, что первая часть утверждения, она верна. Этот мир создан для того, чтобы желание исполнять. Но есть определенный текст, который написан мелким шрифтом. И этот текст гласит, что да, желания ваши исполняются, но они исполняются особенным образом. Они исполняются так, чтобы мы научились хотеть правильных вещей. Потому что этот мир, он создан не для того, чтобы потакать нам в наши блажи, а для того, чтобы научить нас каким-то очень важным вещам. Не просто научить, а чтобы мы вспомнили какие-то очень важные вещи. И поэтому сам механизм исполнения желаний, он предполагает, если вы будете хотеть неправильных вещей или неправильно, будут определенные последствия, будут определенные реакции. Как говорят, карма придёт. Если вы будете желать правильных вещей, будет счастье приходить. Но есть очень важная составляющая, которая находится за пределами вот этих двух составляющих – счастье и несчастье. Это самый, наверное, высокий уровень понимания, который связан с пониманием предназначения человеческой жизни. Поэтому у человека есть какие-то желания, там, квартира, машина, социальная реализация, уважение в обществе, достаток. И когда он этого достигает, либо не достигает, и разочаровывается, он подходит к очень важному вопросу, а смысл жизни-то он вообще в чём? И поэтому в современной культуре очень часто ситуация, когда, ну вот будучи в этой атмосфере, когда говорят, давай, потребляй, купи новый, замени, реклама кругом, и люди попадаются на эту удочку и очень долго живут в этом процессе, а потом в какой-то момент возникает этот вопрос, а для чего это всё нужно? В чём смысл? То, что сейчас называют кризисом среднего возраста, когда люди начинают задумываться, а кто я, а зачем, а чего нужно хотеть на самом деле, а почему то, чего я хотел, оно не принесло мне этого счастья, долгожданного. Виктория, скажите, вы вообще когда-нибудь были Дедом Морозом? Был, в детском садике. Вот я вас сейчас так слушаю, думаю, вот дети бы очень плакали, потому что вы им не начинали так говорить, что «А что ты действительно хочешь?», «А этого ли ты хочешь?», «А вот этот подарок ли ты хочешь?» Ага. На тему детей я как раз приехал из Киргизии и ездил к одной очень интересной женщине, её зовут Гульнара Дегенбаева, она взяла на воспитание 136 детей. И в своё время она была очень успешным бизнесменом. То есть те желания, которые, собственно, большинство людей питают на уровне, квартиры, машины, благосостояния, это всё у неё было в огромном объёме, но не было самого главного, не было счастья. Потому что когда мы хотим чего бы то ни было, мы из-под воль, мы предполагаем, что обладание этим пронесёт счастье. И она как раз оказалась в этой ситуации, когда всё есть, но счастья нет. И тогда она в какой-то момент поняла, что счастье заключается в том, чтобы служить другим людям. И она начала просто брать детей, которые в этой Киргизии, там 90-й какой-то год полный, разруха, куча беспризорников, которые никому не нужны. Она просто стала брать детей на воспитание. И тогда она сказала, что вот эта волна счастья, она просто захлестнула меня. И за 20 лет она воспитала 136 детей. У неё сейчас 30 детей учатся в России, в университетах. Поэтому, если мы говорим о желаниях, то надо сразу, мне кажется, переходить в этот разряд, в эту категорию, в термины счастья говорить. То есть, что такое счастье и как его достичь. Тогда мы не будем окольными путями ходить и сразу подойдём к самому главному. То есть, правильно ли я понял, что очень важно понимать, что мы действительно желаем? И вот Вы сказали, правильное есть желание и неправильное. Так, могли бы Вы тогда сформулировать более точно, что такое правильное желание и что такое неправильное? Если по-простому сказать, то этот мир отучает нас от эгоизма. Поэтому все желания, которые направлены на яму и мне, даже если они исполняются, как нам кажется, и приносят какое-то, ну, маленькое счастье, в большой перспективе они действуют разрушительно на нашу судьбу. Если мы начинаем понимать, что радость приходит тогда, когда мы бескорыстно отдаём другим, когда мы служим другим, тогда это счастье начинает нарастать в сердце. И общая идея, она очень простая. Если ты хочешь счастья, пойми, что счастье в том, чтобы научиться отдавать. Не просто, да, пойми, а реализуй на практике, реализуй на своём опыте. Поэтому в том объёме, в каком желании учитывают вот этот вопрос, да, бескорыстное служение, в таком объёме человек счастлив. Если человек живёт для себя, я моё, мне для себя, то приходит апатия, не новогодняя. А если человек отдаёт, он может ли реализовать свои желания? Секрет этого мира как раз в том, что когда мы исполняем свои обязанности, есть определённые обязанности, за каждым закреплённые, да, когда мы служим другим, тогда Вселенная, она сама исполняет наше желание. Не нужно беспокоиться на эту тему. Всё это многообразие фильмов, там секрет, трансёрфинг реальности, симарон, какие-то практики визуализации, разного рода медитации, да, которые направлены на то, чтобы посредством понимания того, как работает наша психика, достигнуть желаемого, они становятся просто бесполезными, это просто мёртвый хлам. Если человек служит, то желания исполняются наилучшим образом. Мы знаем, что это целое искусство, дарить подарки, но не меньше искусства, принимать подарки. Есть ли какие-то секреты? Потому что очень многие наши зрители готовят или уже вручили подарки, или будут за это новогодние длинные праздники принимать подарки, опять же, дарить заново подарки. Очень много тут у нас таких событий, ярких, замечательных, радостных с детства, которые мы привнесли в своём сердце и сохранили. Могли бы поделиться какими-то секретами, как правильно дарить подарки, как правильно их принимать? Ну, у меня только в голове одна фраза, и то, и другое надо делать с любовью. Это означает с вниманием к человеку. Дело же не в самом подарке, по сути дела. Например, женщины, я не знаю, надеюсь, многие мужчины знают этот секрет, женщине, по сути дела, важно внимание. Ты можешь подарить один цветок, но то, как ты это сделаешь, с каким вниманием ты это сделаешь, этого будет достаточно. Говорится, что женщина на одном комплименте и двух бутербродах может прожить три дня. И то же самое, когда мы что-то отдаём, мы должны именно делать это с вниманием, с уважением к той Личности. А что ты уже даришь, тоже вопрос вторичный. Вы затронули эту тему относительно того, что нужно всегда прослеживать последствия того, о чём мы мечтаем, или что мы загадали, или к чему мы стремимся. А какие опасности могут нас подстерегать? Что же такого печального может произойти, если мы чего-то действительно реально желаем? Есть такая вещь, которая называется карма. По факту карма, если вот переложить это в термины желание, это очень простая вещь. Есть законы этого мира, есть желание. И то, как наше желание взаимодействует с законами, такую карму мы порождаем. Поэтому в конечном счёте мы всё возвращаемся к одному и тому же. Мы возвращаемся к пониманию идеи служения, идеи любви. Потому что когда… То есть если говорить попроще, что посеешь, то и пожнёшь. Да, в простой формулировке. Надо понять, что у современных людей слово «служение» немножко неправильный смысл раскрывает в сознании. «Служение» — это практически синоним слова «любовь». Когда мы кому-то служим, по сути дела, мы проявляем свою любовь. Вот человек кого-то влюбляется, это первая влюблённость. И когда ты человека любишь, ты хочешь для него делать что угодно для того, чтобы он был счастлив, бескорыстно отдавать служить. Вот это состояние называется служением. То есть я делаю это для счастья другого человека. Поэтому этот мир, он создан для того, чтобы мы поняли одну и ту простую вещь. Если мы этого не понимаем, тогда приходят определённые уроки. И скажите, вот есть такой секрет, и многие, наверное, сейчас это подтвердят, наши телезрители, если ты хочешь, чтобы желание исполнилось, о нём нельзя и не нужно никому рассказывать. А в каком ключе правильно нужно, может быть, воспринимать этот секрет и его использовать? Всем подряд точно не нужно рассказывать. Но есть какие-то люди очень близкие, с которыми у вас есть отношения, которым вы доверяете, которые вам не завидуют, которые вас не критикуют. И вот с такими людьми можно вот эти вот вещи обсуждать. Это называется делиться сокровенным. И когда это происходит, когда мы начинаем говорить, то возникает очень интересный процесс синергический. Если люди в контакте, если они вместе, если вот это ложное эго, оно минимально, тогда проявляется вот эта энергия творчества, энергия энтузиазма, энергия спонтанности. Когда у меня есть какая-то идея, да, я начинаю её с вами обсуждать, и вот если мы в правильном сознании находимся, в ходе этого обсуждения рождается что-то вообще третье, но оно превосходит этот изначальный посыл, изначальный замысел, проявить творчество. Поэтому, в принципе, со всеми не нужно. Но с кем-то, с близкими, да, с которыми вот эти условия выполнены, это можно обсуждать. А помните, были целые такие отряды, тимуровцы, да, которые что-то делали хорошее, но никому об этом не говорили. И вот такая тайна была. Может быть, тоже нужно что-то, от того служения, о котором вы говорили сейчас, уже тоже его нужно делать как-то тайно? Да, я вспомнил одну притчу, которая как раз об этом, что мы те хорошие вещи, что делаем, мы как бы, ну вот по умолчанию пытаемся как бы продемонстрировать, показать себя с лучшей стороны. А то неблагоприятное, что в нас есть какие-то плохие черты характера, да, какие-то у нас привычки могут быть. Мы стараемся прятать от других. И один мудрец это сравнил с семенами. То есть мы хорошие семена оставляем на поверхности, а плохие семена зарываем. И поэтому плохие прорастают, а хорошие остаются непророщенными. Поэтому то хорошее, что ты делаешь, нужно прятать, не разглашать это. Потому что если будешь разглашать, это запустится этот механизм гордости, ничего хорошего не приведет. Вы загадываете желания в Новый год? Если не секрет, если вы можете открыть этот секрет, что это за желания такие? Каждое утро загадываю желания. Я когда утром просыпаюсь, это утреннее время, оно как раз благоприятно для того, чтобы войти в контакт с собой и понять, а чего я хочу? Чего я хочу сегодня? Чего я хочу в масштабе жизни? Та цель, которую я поставил, она актуальна? А если она не актуальна, то что мешает, что препятствует? Определенная интроспекция. И из-за этого контакта с собой, из понимания своих потребностей, из понимания своих целей рождается план, рождается определенная стратегия. Поэтому на Новый год особенно, но каждый день. А что я не могу сказать? Ваши желания исполняются? Да, они исполняются, потому что постепенно, это не сразу, это не резко, но когда ты смотришь в большом промежутке времени, когда ты сравниваешь, например, три года назад, пять лет назад, семь лет назад, когда ты уже познакомился со знанием, когда ты начал играть в эту игру под названием «Жизнь по правилам», и ты начинаешь видеть, как постепенно жизнь меняется. Может быть, это незаметно в маленькой перспективе, но в большой, это очень ярко проявлено. То есть нужно каждый день думать о том, что мы желаем, как достичь желаемого, и сверять это с тем, действительно ли оно благоприятно для нас. Вот если сразу сказать, как бы вот без околечностей, по самым высоким стандартам темы желаний, то она в конце концов упирается в понимание того, что служение другим — это не предел. Вот эта любовь, которую мы направляем на других, есть высший объект любви, есть высший объект служения. Но чтобы это понять не на уровне ума, не на уровне философии абстрактной, а на уровне сердца, на уровне ценностей, это нужен определённый опыт служения. И в конце концов эта энергия служения реализуется на высший объект. Это тот, кого называют Богом. Та высшая реальность, которая живёт прямо в нашем сердце. И поэтому вначале люди могут просыпаться утром и входить в контакт с собой, своими потребностями, желать, планировать, медитировать, визуализировать. Но чем больше они будут очищать своё сознание, чем больше будет уходить неблагоприятное сердце, тем больше будет открываться эта истина о том, что в нашем сердце живёт ещё кто-то, кто нас любит, принимает полностью, безусловно, абсолютно. И вот это вот естественная наша потребность, естественное наше желание служить, оно проявляется в отношениях с Ним. Поэтому высшая форма этой медитации утренней, она выливается в практику молитвы. В Священных Писаниях есть такой текст, что в конце концов свои желания, человеческая форма, она создана для того, чтобы живое существо смогло синхронизовать свои желания со желаниями Всевышнего. Да будет воля твоя, да. И в том объёме, в каком твоя воля реализуется, я тоже как бы, ну, я тебе помогаю реализовать твои желания, желания Бога, по сути дела. Ну, это определённый, определённый опыт. Какой самый большой подарок мы можем Богу принести? Самый большой подарок восстановить с Ним отношения. Потому что я не знаю, есть ли это коробочка вот под новогодней ёлкой для Бога. Да. Восстановить отношения. Говорится, что этот мир, изначально, если смотреть, он был создан как раз для того, чтобы живое существо могло исполнить все свои желания. Есть определённые писания интересные, которые описывают процесс, как обусловленная душа, входят в сферу действия материальной энергии. По сути дела, материальный мир — это игра. Это виртуальная игра. У них свои правила, есть свои законы, есть своя цель. И мы входим в эту игру, и нам даются все возможности для самореализации. Хочешь вот это, пожалуйста, да, хочешь вот это, реализуй, нет проблем, изучай законы и реализуй. Но в конце концов, какой бы интересной игра ни была, какой бы захватывающей, рано или поздно человек уже устает, присыщается. Либо он, ну, всё исполнил и присытился и думает, а что же дальше? Либо он не исполнил, тогда он разочаровался и думает, а ну а зачем жить, а что же дальше? И поэтому, когда человек доходит до этой стадии, ну, определенного тупика, да, философского, он тогда начинает вопрошать, а в чём высший смысл жизни, в чём высшее счастье? И тогда открывается эта реальность, эта игра в виртуальную, иллюзорную, её можно покинуть, можно вернуться в изначально чистое состояние. Поэтому высшее желание, которое можно пожелать другому человеку, это пожелать ему пробудить изначальное осознание чистой души, которая связана вечными отношениями с Богом. Но это надо понимать не в религиозном смысле, не в религиозном контексте, как какие-то ритуалы, правила, да, есть, ну, понимание определённое, кто такой Бог. Оно очень сильно зашурено религиозными формами, догматами. А есть истина, вот тот общий знаменатель, который разные религии пытаются, ну, реализовать в той или иной степени. И поэтому, если убрать религиозную вот эту атрибутику и посмотреть на саму суть, духовные принципы, то они очень простые. Наше естественное состояние — это быть в любовной связи с Богом, отдавать Любовь и принимать Любовь. И в том мере, в каком это вот служение, оно отражается в нашей повседневной жизни, в том объёме мы счастливы. И я бы Вас хотел попросить ещё вот как раз дать какие-то поздравления, пожелания высказать нашим телезрителям. Я желаю зрителям канала Баланс ТВ в новом году как можно больше Бога, чтобы те отношения, которые есть, которые спят на дне нашего сердца, они просыпались, пробуждались, рождая чувство счастья, радости, внутренней полноты, умиротворения, покоя. Из этого состояния уже жизнь выглядит как чудо. Спасибо Вам большое. Так, мы сегодня беседовали на тему исполнения желаний с нашим уважаемым гостем, психологом, тренером, специалистом личного роста Евгением Куйновым. И наше пожелание было сегодня, чтобы в Вашей жизни как можно было больше Бога. Давайте заглянем под Вашу ёлку и посмотрим, есть ли там коробочка с подарком для Бога. И если её нет, может, пора её срочно сделать. С Вами был Дмитрий Чигаев. До новых встреч на канале Баланс ТВ. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...